В пятницу в Музее изобразительных искусств имени Александра Белого открылась выставка фарфора известного украинского скульптора Владислава Щербины. Он работал в жанре фарфоровой пластики малых форм. В музее хранится 28 работ скульптора. Выставку дополнили 24 экспоната из частной коллекции. Это уникальнейшая выставка, потому что выставки фарфора проходят крайне редко и в основном они проходят в Киеве, либо же во Львове. Сейчас небольшая выставка недавно была в Одессе, но это крайне редко бывает. Не каждый коллекционер может поделиться своей коллекцией. Многие стараются закрыто, не рекламировать. А здесь мы видим открытость, мы видим это стремление людей поделиться богатым опытом, поделиться наследием и все-таки оставить добрую память о выдающемся человеке, который сыграл важную роль в становлении развития украинского фарфора. Коллекцию из Киева привезли ученица Владислава Щербины, Мария Антропова и искусствовед Елена Корость. Музей изящных искусств имени Билова обладает уникальной коллекцией отечественного фарфора. Представлены не только образцы 18-19 века, но и 20 века советский период, который совсем недавно еще был и все его помнят. Из ностальгии этот фарфор коллекционируют. И очень приятно, что коллекция советского фарфора начала формироваться в музее очень активно в 80-е годы. И сотрудники музея обратили внимание на творчество Владислава Ивановича и самые ценные работы приобрели непосредственно у него. Мы решили дополнить теми работами, которые освещают период уже более поздний, который не вошел в музейную коллекцию. Семья скульптора решила дополнить коллекцию музея двумя экспонатами из серии «Бурлески». Также искусствовед Елена Корость подарила анималистическую скульптуру «Медвожатку». Посетители отметили красоту представленной коллекции. Обычно не пропускаю выставки, каждую выставку с удовольствием смотрю, и каждая выставка воспринимается по-разному. Редкая выставка будет экспонироваться в музее в течение двух недель, чтобы жители города смогли поближе познакомиться с творчеством выдающегося скульптора Владислава Щербина.